Свой профессиональный праздник отметили киберметаллургия. То, что они делают, востребовано в разных сферах, от космической отрасли до нефтяной промышленности. Как отпраздновали и чем удивили своих родных и друзей, увидела наша съемочная группа. Киберметаллургия – это уже не фантастика, а реальные технологии, которые используются в космосе, авиации, машиностроении, нефтяной и газовой промышленности. Свой профессиональный праздник сотрудники компании «Сайберстил», выпускающие нержавеющие трубы, отметили на площадке образовательного центра. В честь торжества наградили лучших работников. Контролер Ирина Абожина в их числе. Наша профессия важна. Мы смотрим за качеством трубы. Это от нас зависит очень многое. Профессионализм она требует, конечно. Мы должны все знать. Много очень. Контролер – это серьезная профессия. Не просто серьезные, а высокотехнологичные профессии. Компания проводит масштабную модернизацию с внедрением передового оборудования и цифровизацией всех процессов. С Днем Металлурга сотрудников компании поздравил ее руководитель Алексей Дронов. В нашем коллективе случайных людей нет. Все люди сопричастные, вовлеченные, активные. Хочу пожелать вам хорошего, позитивного настроя. Вашим семьям здоровья. Но со своей стороны сделаю все необходимое для того, чтобы и то, и другое у нас было. На праздник кибер-металлурги пришли вместе с семьями. Торжество отметили кибер-стильно. Например, устроили модный показ коллекции корпоративного мерча. Ведь облик Металлурга, как и сама отрасль, постепенно меняется. Атмосферу праздника дополнили светодиодный дуэт из Екатеринбурга и кибер-развлечения на любой вкус. Сотрудники и их близкие в восторге. День Металлурга. Мой профессиональный праздник. Ну, взяла внука с собой. Вдруг будущим будет металлургом. Кибер-металлургом. Кибер-металлургия – это не только стильная спецодежда и цифровые технологии. Это еще и особая корпоративная культура, которая подразумевает преображение личности и пространства вокруг. Потому и праздник получился ярким, говорят металлурги. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Андрей Агарков. Новости Первоуральск.